Давайте получим следствие. Мы можем в вот это вот равенство вместо Q подставить Q в кубе. Если у нас есть формула, то там же можно делать заметный, да, неизвестно, заметный Q. И вместо Q подставим Q в кубе. Смотрите, что в таком случае получится. Произведение, взятое по всем направлению числа n. 1 плюс Q в степени 3nx. 1 плюс Q в степени 3n-3x в n-1. 1 минус Q в степени 3n. Это сумма x в степени l, Q в степени 3l умножить на l плюс 1 пополам. Сумма берется по всем целым числам. Давайте посмотрим, нельзя ли как-нибудь это выражение по понятию написать, подставив что-нибудь интересное вместо x. На самом деле все легко. Если вы вместо x подставите минус Q в минус 1, то во что превратится вот это? 1 минус Q в степени 3n-1. Во что это превратится? 1 минус Q в степени 3n-2. А это как было, так и останется. Ребята, любое число дает пределение на 3 в остатке либо 0, либо 2, либо 1. Если вы посмотрите на вот эти числа, то когда n пробегает все натуральные числа, на самом деле у вас здесь будут все-все-все возможные варианты. Это означает, что на самом деле произведение вот таких вот скобок, ну это и есть то самое. 1 минус Q умножить на 1 минус Q в квадрате и так далее, и так далее, и так далее. И мы с вами получили замечательное тождество, называется пентагональное тождество n. 1 минус Q в степени n, взятая по всем n больше или равна 1, это вот это, смотрите, надо вместо x подставить минус Q в минус 1. Значит, это сумма во всем целым числом L. Q в степени 3L квадрат плюс 3L пополам. И теперь вместо x подставляем. Это значит, здесь будет еще минус L и еще будет минус 1 в степени L. Ну, конечно, в таком виде это никогда не пишут, а пишут это понятно как. Q в степени 3L квадрат плюс L пополам умножить на минус 1 в степени L. Вот знаменитая пентагональная тождество n. А почему пентагональная тождество n? Почему пентагональная тождество n? А, потому что вот эти вот числа, 3L квадрат плюс 1 пополам, если вы приглядитесь, они очень понятно могут быть нарисованы. Непонятно? Да? Ну, давайте, смотрите. Если просто их вычислять подряд, L равно 1, тогда это будет сколько? 2. 2. А можно я возьму L равно минус 1? Тогда вы, для себя. 1. 1. Хорошо. L равно минус 2. Что будет? Ну, сколько тут? А? 4, 12, 10. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 22. 22. Так, теперь пошли рисовать. 1 это одна точка. 5 это 5 точек. Пока все понятно? А вот теперь я должен суметь нарисовать 12 точек в виде пятиугольника. И вот это удавалось. А, ну в центре каждой стороны по точке? Нет, не надо в центре каждой стороны. Нет. Так, я нарисовал эти точки. И теперь я должен нарисовать, что произойдет увеличение на 7 точек. И должен быть пятиугольник. И должен быть пятиугольник. Стучка не смущает. Так, вдоль каждой стороны должны идти три точки. А. Понятно. Что? Что А? Получилось? Да, получилось. Как? Как вынуждены? Здесь вот три. Вот здесь вот три. Здесь вот три. Нормально пока. Там еще одна должна быть точка. Здесь еще одна? Да. Здесь три. И две. А? Так, и так. Так, получилось? Да. Да, вот и 12. Вот теперь надо 22 точки нарисовать, чтобы у меня здесь все получилось. А, ну понятно, в общем. А? В общем, понятно. В общем, слушайте, если вы аккуратно нарисуете, будет вот так. Нормальный человек так никогда не будет. Нормальный человек понимает, что вот это число, это на самом деле L квадрат плюс треугольное число. Вот. L квадрат это абсолютно понятно как. А треугольное число это тоже понятно. Да? А если L отрицательное, то просто в некоторых сетах надо тут эти три линии обидеть. Потому что у нас практически будет предыдущее треугольное число. Ну, в общем-то, вспомните лекцию, когда я все рассказывал. Там все это было.